У меня было сопротивление к тому, чтобы начинать что-то менять. Искусственный интеллект — это крутая штука. Не нужно постоянно систематически за этим следить. Давай покажем, насколько это сложно. Некоторые спрашивают, что за программа лояльности. Люди удивляются, типа, нифига себе, что есть на рынке. Смог бы ты сейчас поменять свит на что-то другое? Я думал над этим вопросом. Артур, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе и о своем проекте «Челка». Меня зовут Артур, мне 25 лет. Я занимаюсь бизнесом с 2017 года. Я занимался кофейнями, кофе с собой. В 2017 открыл, в 2019 продал, переждал локдаун, пандемию. Под конец пандемии в 2019 году, в августе, появился этот прекрасный проект под названием «Челкап». Мы открыли кофейню, в которой мы сейчас сидим, которая существует на текущий момент уже чуть больше двух лет. И в октябре мы открыли еще одну кофейню. Сейчас наша сеть насчитывает две кофейни, но я уверен, что у нас большое будущее у этого проекта. Когда мы год назад с тобой запускали проект «Свип», ты использовал какую-то другую программу лояльности? Она была интегрирована в твою кассу. Можешь, пожалуйста, рассказать, почему ты решил начать сотрудничество со «Свипом?» Какие у тебя были ожидания на моменте запуска проекта? И оправдались ли вообще твои ожидания? У меня было сопротивление к тому, чтобы начинать что-то менять. Как у всех людей, есть сопротивление к изменениям. Просто я не помню, ты или в целом кто-то в «Свипе» презентовал мне проект. Я понял то, что искусственный интеллект — это крутая штука, особенно когда многие креативы, многие акции запускаются в автоматическом режиме. Мы до этого сидели на прекрасной кассе «Постер», внутри которой была вшита своя программа лояльности, но она как бы костыльная. То есть, грубо говоря, если какой-то софт реализует сразу несколько направлений, то есть у нас там программа лояльности и прочее, 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 и финансовый учет, например, как правило, эти направления могут проседать. В «Свипе» есть искусственный интеллект, который позволяет повышать активность гостей, и при этом не нужно постоянно систематически за этим следить. То есть, честно говоря, даже дашборд иногда открывает просто для статистики. Я не настраиваю никаких акций, изначально это все настроено, и дальше это работает вот как на рельсе. Я бы еще добавил, что когда гость попадает в «Свип» с определенной долей вероятности, ну, во-первых, он попадает в определенный алгоритм, который ему не очень позволяет не приходить сюда. То есть, у него, конечно, остается возможность, но его начинают догонять акции какие-то и так далее. И что важно, то, что по его релевантным предложениям, ну, релевантное предложение, потому что он берет, ему приходит. Это очень круто, очень ценно. А как ты думаешь, есть на рынке сейчас какие-то еще решения, которые смогут автоматически возвращать, удерживать, повышать активность твоих клиентов, показывать тебе какой-то результат? Я знаю то, что есть UDC и что-то такое, но суть в том, что я даже не вникал в эти софты. И как-то раз ко мне обращался один знакомый. UDC, по-моему, развивается посредством сетевого маркетинга. Ко мне обращался знакомый, говорит, не хочешь ли подключиться к UDC. Я говорю, нет, у меня сейчас есть другая программа лояльности, которая меня полностью устраивает. Артур, люди могут подумать, что оплата по свипу – это что-то сложное, долгое и непонятное. Можем с тобой показать, насколько на самом деле это все легко и просто? Давай покажем, насколько это сложно, пройдем по этому тернистому пути. Что, Гата? Рафт средний. Все, что нужно сделать гостю, это отсканировать киркот на кассовой зоне. Ему прилетает прычаг. Он видит, сколько баллов он может либо накопить, либо потратить. Например, я хочу потратить свои баллы. У меня успешная покупка, я могу оценить работу сервиса и оставить комментарий. Мне осталось нажать одну кнопку «Оплатить» для того, чтобы фискализировать оплату. Некоторые спрашивают, что за программа лояльности. Я когда начинаю показывать, они такие, это, наверное, что-то новое. То есть свипу сейчас очень не хватает известности. При том, что когда я показываю дешборд и что из себя представляет софт, люди удивляются, типа, нифига себе, что есть на рынке. Как ты думаешь, владельцам бизнеса, ты как владелец кофеин, насколько будет тяжело и сколько времени потребуется вообще рынку, чтобы осознать, что бумажные купоны, называть номер телефона, какие-то коды говорить и показывать QR-коды бариста, чтобы он как-то идентифицировал и делал какую-то лояльность для данного гостя, что это уже как бы прошлый век, и мы идем как бы вперед, и 21 век, и свип там создал оплату софту-учетной лояльности в одно касание. И вот некоторые этого не понимают, и они, наверное, как и ты раньше, там стопорятся и боятся этого. Как думаешь, мы перешагнем вот этот шаг, сделаем вперед, или мы все-таки останемся в прошлом веке? Я думаю то, что к определенному моменту не то, чтобы все предприниматели перейдут, а более прогрессивные предприниматели, которые переходят на новый софт, используют новые передовые технологии и так далее, не будут масштабироваться и, по сути, поглощать рынки. По поводу моего сопротивления, которое у меня было, оно было не к софту, а не к тому, что я в это не верил, а просто внедрение любого нового продукта сопровождается определенной головной болью. И вот, когда вот эти вопросы появляются, я понимаю то, что да, полезно, но как-то не хочется. А человек, который ведет, допустим, в Excel, в лучшем случае, клиентскую базу и прочее-прочее, у него даже не появляется в голове вот этого дорожной карты, как может быть, ты его можешь вовлечь, но он не будет направлять свою энергию на то, чтобы смотреть в пользу реализации. Смог бы ты сейчас поменять свит на что-то другое? Я думал над этим вопросом. Периодически выходят какие-то новые офферы по кассам и прочее-прочее, и мне не хочется прощаться со свитом. То есть, если мне начинает нравиться какое-то решение, я рассматриваю потенциально его внедрение. Я спрашиваю, у вас интегрированы ли вы, рассматриваете ли такую возможность. Вот скажи, пожалуйста, вот, естественно, каждый владелец бизнеса думает про своих гостей. про тех людей, для кого он создал этот бизнес. У тебя большое количество транзакций по свитку, там 50-60 человек в день идет по свитку. Твоим гостям нравится? Вот ты, я знаю, иногда тоже бываешь за барной стойкой, видишь весь этот процесс. Моим гостям нравится. Они даже расстраиваются в случае, если там по какой-то причине не получается принять оплату. Ну, допустим, там у нас интернет сбоит или что-то в этом роде. Разные шутки бывают. Вот. И гостям очень нравится. То есть они видят у себя на экране, там сколько у них накоплено бонусов, баллов. Им не нужно уточнять это на кассе, потом пересчитывать. А у людей, у многих, перманентное ощущение, что их все обманывают. Вот. У нас, к счастью, другая аудитория, но в целом, то есть у человека все показатели перед глазами. И более того, люди достаточно охотно соглашаются регистрироваться в Прыгаем Лайн. Для меня это удивление. То есть я сейчас своим сотрудникам Борису говорю, ребят, подключайте гостей на свип, потому что гости получают больше плюшек через свип, и мы получаем тоже там определенные выгоды от этого. Вот. И когда я сам стоял за стойкой в один из дней, я особо не напрягаюсь, подключил там от 8 до 10 гостей по свипу. В целом, он понимает то, что мы можем, чтобы у нас не 50%, допустим, 40% чеков проходило по свипу, а там 80 и даже 90. И тут это как снежный ком работает. То есть когда большее количество людей оплачивает по свипу, ну и в целом есть смотреть, да, как социум функционирует. Люди стоят в очереди. Человек стоит в очереди, он видит то, что раз, два, три транзакции все по какому-то непонятному приложению. И... А что за приложение? И все. Да, и уже органически дальше распродолжается. Мы недавно добавили в наше приложение новый функционал. Это способ оплаты по системе быстрых платежей. Если ранее гостям нужно было привязывать банковскую карту, то сейчас это делать не нужно, они просто скачивают и готовы оплачивать. Ну и для бизнеса ставка эквайринга намного ниже становится, и, соответственно, бизнес экономит на этом. Как ты думаешь, это существенно поможет и бизнесу, и вашим гостям использовать наш сервис? Я думаю, что это не является определяющим фактором, то, что прям очень важно будет для гостей. Но если мы смотрим в перспективу, то больше транзакций будет проводиться по СБП, это точно. То есть стратегически это очень верный шаг. Я был недавно на конференции Тиньковской по рознице, и там как раз таки рассказывали про продажи, про динамику и так далее. Я вижу, что динамика растет, и свип идет в ногу со временем. Мог бы ты что-нибудь посоветовать потенциальным клиентам СИП, которые будут смотреть видеоролик, и которые, соответственно, сомневаются запускать проект или нет, потому что в их понимании это что-то сложное, там есть какой-то искусственный интеллект, это приложение, это оплачивается учетом лояльности, это не просто какие-то бумажные купоны, которые можно дать Бористе, и он там будет использовать их. Они воспринимают СИП как что-то суперсложное, и боятся принять решение и согласиться на запуск проекта. Во-первых, нужно понять, почему происходит это самое сопротивление. То есть человеку кажется то, что нужно сейчас перепрыгнуть через огромную яму, ну там, я не знаю, это бег с препятствиями, это настройка этой системы, и то, что использование этой системы, оно будет сопровождаться каким-то дополнительным головником. То есть у каждого предпринимателя, у него каждый день какие-то там тушения, пожары и так далее, он думает, мне и так мороки хватает, сейчас еще этим заниматься буду. То есть я бы дал, не дал совет, дал бы понимание того, что настройка проходит достаточно быстро и легко. Да, нужно немножко времени, внимания этому уделить, чтобы на старте это все заработало, и дальше это не требует вообще никакого времени. Человек, предприниматель просто получает плюшки, выгоды от использования СИПа. Я желаю твоему бизнесу, во-первых, огромных успехов. Я искренне верю, что Челкап будет масштабироваться с нереальной скоростью, и все будет у вас прекрасно, так же, как и сейчас, потому что действительно, приходя сюда, чувствуешь себя как дома. И спасибо тебе большое за ту атмосферу, которую ты создал в своем проекте. Нам безумно приятно с тобой сотрудничать, поэтому я надеюсь, что мы с вами навеки. Это взаимно. Рад видеть тебя в гостях. Спасибо большое, будем чаще приезжать. Спасибо.